Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. А еще председатель стилистической комиссии Международного комитета словистов ЮНЕСКО. Да, здравствуйте. Сколько регалий. Наша программа приурочена к такому большому празднику, который случится послезавтра, 6 июня. Мало того, что родился наш великий поэт. Наше все. Наше все, да. Александр Сергеевич Пушкин, да, конечно. И признанный день русского языка 6 июня тоже отмечается. И вот мы сегодня, боюсь, что-то не так сказать, неправильно уже при вас. Нет, нет, можно. Можно, да? Поправим в случае чего. Хорошо, вылечим. Вот, наверное, сформулировать тему бы хотелось так. Вот какие сейчас проблемы существуют, да, так или иначе? Да, да. Можно говорить проблемы, обычно говорят угрозы для русского языка. Но я бы, наверное, сформулировала как вызовы. Вызовы нашего времени, которые, в общем-то, с которыми столкнулся современный русский язык. И в первую очередь это дигитализация. Ну, мы совершенно неожиданно для себя оказались в цифровой эпохе. И вот эта эпоха, она сродни революции Гутенберга. А любая революция очень сильно отражается на языке, на языковом сознании, ну и вообще на общественном сознании. И дигитализация, она как раз незаметна, но она очень сильно повлияла на наш современный язык. Ну, во-первых, дигитализация, что это за термин? Вот что он обозначает? Вот на слуху, но что он значит? Вот цифрофизация. Да, цифрофизация, да. А если берем этимологию, то есть происхождение слова, это латинское «digus» — это «палец». Почему вдруг? Считали по пальцам, а цифровизация считается от 0 до 9, именно простые цифры. Да. Да, и вот цифровая эпоха, дигитализация, к чему она привела? Ну, во-первых, это считается фрагментацией языка. Да. Действительно, сейчас во всем мире говорят лингвисты о том, что происходит фрагментация языка. Он не является таким однородным, он все время делится на какие-то порции. Говорят и пишут твитами. Да. Это немножечко другое, но это да. Я имела в виду, что появилась целая такая область языка, как дигитальный язык, язык маркетологов, айтишников. Это отдельный, это специальный язык, вот мы его не поймем. Птичий язык немножко. Птичий язык, согласна. У меня, моя магистрантка в прошлом году защищала магистрскую работу по языку как раз дигитального маркетинга. То есть как в профессиональной сфере общаются друг с другом коллеги. Нам пришлось лаварь составлять, потому что, да, это совершенно непонятный язык, это термины, в основном они англоязычные, и это совершенно новая область, получается, языка. Теперь вот то, что твиттеры, да, экранная культура, мы говорим сейчас нетрадиционная линейная книжная культура, а мы незаметно для себя перешли к экранной культуре, к медиакультуре. Что она дает? Экран, он сразу организует по-другому пространство. Да. Да, и тогда мы, получается, что нашу речь сворачиваем. Появились термины психолингвистики, когнитивный скупердяй. То есть что имеется в виду? Человеку лень, да, ну и экран коротенький, да, вот, допустим, если мы берем мобильный... Скоро остановка метро, конечно, тут надо быстрее. Конечно. Скорость, экран, который ограничивает наше творчество. В результате у нас мы стремимся к краткости. Ну, это человеческая природа. Еще академик Щербак говорил, что человек ленив, и если бы не желание быть понятым, то он бы изъяснялся одними междометиями. Как Илочка-людоевская, это правильно. Ну, сейчас смайлики, понимаете, вот как раз. Да, язык элоте. Элочка была бы рада. Ей бы это очень помогало, она была бы у нас прямой, да. И в результате получается очень коротенько. Упрощение языка, посмотрите, спасибо, дошло до СПСБ, да, до СПА, то есть сокращение. К чему это... СБР, СПСБ. Да, да, да. С одной стороны смешно, но с другой стороны мы теряем то, что Пушкин писал Чайдаеву, учусь удерживать внимание долгих дум. То есть у нас сокращается уже Шекспир в СМС, когда, чтобы молодежь могла его лучше усвоить. Поэтому... Концентрации нет. Лаконизм, лаконизм, это может быть и плюс, и минус. Плюс это когда афористичность, это Казьма Прутков, он бы очень вписался в нашу кранную сейчас культуру, там, афоризм, бди. Лайков бы много собрал, конечно. Вы знаете, мы очень скоро вернемся, оставитесь в компании Страна.ФМ, подсчитаем лайки у Казьмы Пруткова и не только. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ, у нас очень офигенно проходит этот час, потому что у нас... Да, специально подобрали такую песню, но чтобы, если уж говорить о проблемах, то... Чтобы потом перевод этой песни сделать. Большими буквами, большими буквами. Друзья, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Наталья Ивановна Клушина в гостях у Страны.ФМ. Мы продолжаем. Накануне Великого праздника, который случится 6 июня, мы говорим о тех проблемах, звоночках, которые есть сейчас в нашем родном языке. В нашем современном языке. Это всех волнует, потому что всегда очень пристальное внимание к языку, потому что все на нем говорим, родной язык, и все считают, что все его знают и хотят беречь, сохранить. И здесь я бы сказала, вернемся к теме дигитализации, какой еще вызов. Дело в том, что мы... Вот есть такое понятие потерянное поколение. И обычно это о ком говорят. Обычно о молодежи. Поколение Пепси, поколение с опущенными головами, современное поколение называют, потому что все время в смартфоны смотрят. Но с дигитализацией языка, я бы сказала, что потерянным поколением становится старшее наше поколение. Люди, которые... За бортом жизни этой. Оказались. А им это очень интересно. И поэтому, когда разные передачи или какие-то лекции, есть звонки, и наше старшее поколение всегда возмущается против новых слов, которые привела к нам эпоха цифровая. И когда мы им начинаем объяснять, они соглашаются, что да, тогда вы нам объясняете. То есть они хотят принимать активное участие в такой современной жизни, а язык мешает, они не понимают. А у вас есть какие-нибудь курсы ликбеза, например? Или, может быть, словарики методички вы издаете, где переводите слова? Это только мы сейчас как раз, я говорю, в магистрских работах отражаем, практикуем. А на самом деле, если вы посмотрите, ведь вышло несколько словариков интернет-языка. Один из самых серьёзных — это под редакцией Крангауза Максима Анисимовича. Потому что уже без объяснения этих слов жизнь не кажется такой яркой и полной. Ещё одна проблема, на мой взгляд, очень серьёзная, она незаметная, но она тоже связана с нашей дигитальной эпохой. Это автоматизация, роботизация. Ну, мы всегда это воспринимаем с большим таким удовольствием. Облегчением определённым. Как хорошо, что мы идём вперёд, и вся наша цивилизация такой рывок вперёд делает, роботы скоро будут и убирать, и делать операции, и так далее. Но для языка это тоже минус. Почему? Потому что появился агрегатор новостей Яндекса. Журналист не нужен. То есть новости типовые, агрегатор Яндекса собирает, выдаёт в ленту, и теряется гуманизация человека. И гуманизация, и теряется вообще вся работа информационных агентств, которые собирают новости, предоставляют. Конечно, то есть журналисты не нужны. Но это очень плохо отражается на языке, потому что он автоматизируется. Вот недавно совсем прочитала заметку о технопарке, бизнес-инкубаторе, и там был стартап, связанный с тем, что робот Вера, Называли робот Вера. Значит, этот он или она, не знаю как. Вера, наверное, она. Она отбирает резюме, которое присылают. Тогда Вера Павловна, например, какая-то. Нет, для Веры. Может быть, лучше на одежду было бы, но не важно. Назвали Вера. Она, значит, робот отбирает все резюме, сортирует. Мало того, этот робот участвует в собеседовании. Он проводит собеседование, он задает вопросы. Единственное, что он заранее говорит, представляется, что я робот. Ну, чтобы не вводить собеседование. А внешне он похож на человека? Не знаю. Не написано, но тем не менее. О чем это говорит? О том, что человек, гуманность нашего языка, гуманистическая структура, она исчезает, она выветривается. То есть он становится автоматическим. Такой безликий процесс уже. Автоматический. А где креативность? Друзья, как с этим жить креативно, мы очень скоро узнаем. Оставайтесь в компании «Страна ФМ». Реально о прекрасном русском языке мы сегодня говорим в нашей программе. Дорогие друзья, оставайтесь в компании «Страна ФМ». Наталья Ивановна Клушина, доктор филологических наук у нас сегодня в гостях. Еще ведь мы на такое направление. Вы же работаете со студентами, знаете, что они слушают. Сейчас новые поэты появились. Они даже устраивают рэп-баттлы. Вот рэп-баттлы. Рэп-культура. Рэп-культура. Это же тоже очень меняет все. Меняет весь русский язык. Вы знаете, дело в том, что вот здесь, наверное, не так резко и не так видно, отчетливо эту революцию в языке. Почему? Потому что все-таки рэп-баттлы, они имеют свою давнюю-давнюю традицию, и они черпают свои истоки еще от фольклора. Все равно были и такие, в общем-то, даже нецензурные бои. Да, и словесные бои, и с нецензурной лексикой. В принципе, это низовая наша культура, которая хорошо описана Бахтиным. Да, это карнавальная низовая культура. Частушечники немножко, да? Частушечники, вот правильно Антон сказал. То есть там были какие-то у нас такие корни. И сейчас, конечно, ну это в какой-то степени еще и игра, и эстетика такая вот, ну низа. Вот по Бахтину это эстетика низа. Сюда же можно отнести и группу Ленинград, и да, вот то есть... Как вы их прям, ух! Ну а куда их еще? Все, все, к ногтю, да. Нет, я слушаю, я их слушаю. Ну низа тут не в том понимании. В бахтинском понимании, не то, что это культура. Не обижаю их, конечно. Нет, нет, это культура, но она карнавальная, низкокарнавальная культура. Наталья Ивановна, а есть песни Ленинграда, которые вам нравятся, вот, если вы слушаете? Ну вот, симпатичная. Есть, но мне не очень хочется... Говорите об этом в прямом эфире. Ее говорите, да, дорожная. А студенты... Да, дорожная. Дорожная? Это у Сукачева. Значит, припутки. Хорошо, сейчас как раз студенты только прильнули к приемникам и... А сеть уже прошло? А, нет, сеть уже нет, сеть еще идет. Вы на 26-й экзамен на меня слушали. Но диски вам теперь будут дарить, Сергей Шнурова. Готовьте. Хорошо, мы все-таки обозначили тему как проблемы, мы говорим, не только хорошим, а вызовы. Ну, если говорить о, значит, еще серьезных вызовах, это, конечно, они всю жизнь были, это заимствование. Это заимствование, и здесь проблема, она, наверное, нерешаемая. Ну, вот, допустим, вот такой небольшой эксперимент. Стартап вы можете перевести? Как вы переведете? Стартап. Начало пути. Хорошо. Кучер. Тренер. Тренер. Коворкинг. Коворкинг? Не знаю, как. Ну, как общение, коммуникация, я не могу так сформулировать на русский язык. Форум. Ну, это форум тоже не русское слово. Ну, нет, да, это комната, да, ну, общая комната, да, где сидят люди? Ну, да, где так. Хорошо. Лобное место. Ну, можем перевести. Вот зачем тогда эти слова в нашем языке? Лайфхак. Ну, компьютер даже, например, электронная вычислительная машина, но это получается длиннее. Да, это длиннее. То есть есть определенные законы. Телефон тоже, понимаете? Да, да. Есть определенные законы, когда действительно заимствования нужны, потому что мы их вместе с предметами переносим в нашу реальность, либо они короче. Ну, чаще всего здесь еще мода. Мода. Вот это модно новые слова говорить, их повторять бесконечно, и поэтому эта мода как бы, ну, тиражирует эти слова, и в результате они входят в язык. Но здесь проблема ставится нашими лингвистами совсем по-другому. Вот заимствования, это их функция, они пополняют, вот просто пополняют наш словарь, или они его обогащают. Вот почувствуйте разницу. Обогатить, это действительно добавить либо какое-то новое слово, либо какой-то новый смысл. То есть коротко и по делу, да, например, точно и коротко. И у нас этого не было, и это прекрасно вот как раз вписывается в нашу... Ну, твит, например, слово твит. Да, да. И оно уже начинает осваиваться. Короткая фраза, да. Твитнуть, да. Там, ну, в общем, оно прекрасно входит в наш язык. Или же это слово, которое просто удлиняет синонимический ряд, и ничего нового нам не дает. Ну, вот я говорю коуч, например. Вы знаете, новый твит пришел сейчас сверху, говорят, надо рекламу выпустить, а потом мы продолжим. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дамы и господа, председатель стилистической комиссии Международного комитета словистов ЮНЕСКО. Наталья Ивановна Клушина в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы говорим о русском языке сегодня. С радостью сегодня обсуждаем, какие у нас проблемы. Да, чтобы их наметить, чтобы люди понимали и старались от них уйти или решить, или, по крайней мере, защищать русский язык на своем месте. Скажите, а есть ли у обычных людей, обычных я что имею в виду? Ну, не у профессиональной среды вашей, не у филологов. Есть такая цель? Вот они сейчас смотрят, слушают. Ну да, прикольно, скажут. А мотивация-то какая? Ну вот зачем? Какая цель? Внутренний дзен такой филологический в себе. Значит, ну считается, что речь, как и одежда, да, как и прическа, как и весь наш образ жизни, он раскрывает человека и статус его, и возраст. На самом деле, красивая элитарная речь – это признак очень образованного человека. И даже вот в Англии сейчас они, значит, очень переживают, англичане, за свою элитарную английскую речь. Почему? Потому что многие люди сейчас могут купить себе, позволить купить дорогие украшения, дорогую недвижимость в Англии, да? Но знать в совершенстве элитарный английский язык может не каждый, это позволено только элите. Часы дорогие, но так, как говорит, босяк босиком, да? Да, и поэтому здесь очень важно, именно если… А сейчас все же нацелены на успех, молодежь нацелена на успех, нацелена на карьеру. По крайней мере, на внешние его атрибуты. Да, и речь, она может очень быстро, ну, просто обрушить всю карьеру. Ну, вспомню Чуковского, у него была замечательная книга «Живой как жизнь», беседа о русском языке. И он рассказывал такой пример, что прекрасная дама с собачкой, отлично одетая, сказала вдруг своему шпицу «ляш». И вот в этом «ляш» было самозванство, было проявлено ее самозванство на благородство, там, на, я не знаю, там, высокий статус. Как сказали бы братья Вайнеры, дурилка картонная. Ну, да. Вот, поэтому... Я с такими новыми собачками очень часто встречаюсь. И поэтому, ну, я бы привела два моих любимых примера. Один мы уже вспоминали, Эллочка-людоедка, с ее скудным-скудным запасом междометий, правильно? И второй пример — это Бернард Шоу «Пигмалион», Лиза Дулидл. Ну, в принципе, бедная цветочница ничем не отличалась от Эллочки-людоедки в шанхайском барсе, да? Да. Поэтому... Там сказка-золожка все-таки сработала чудо. Да. Почему? Речь... Она... С ней же работал профессор Хиггинс, он занимался фонетикой. Это очень тяжелый был труд, но она вошла в высшее общество. То есть здесь есть, ну, я бы даже сказала, практически, прагматические эффекты красиво и хорошо говорить. Наталья Ивановна, как нам противостоять этим вызовам? Что-то, может быть, читать? Что-то, может быть, смотреть? Расскажите авторов, кого читать. Ну, поскольку стилистика русского языка — мой любимый предмет, я всегда говорю о том, что знаменитый наш, ну, выдающийся стилист, именно вот у кого замечательный стиль — это Тургенев. Если мы хотим... А стиль — это, в общем-то, сродни музыкальному слуху. Мелодика речи там такая у него. Это всё, это сочетаемость слов. И здесь, ну, наш профессор Солганик, он считал, что это талант, который вот как абсолютный слух. Но можно развивать, если мы читаем образцы высокой, красивой такой, да, стилистически выверенной прозы. Это Тургенев. То есть в день рождения Пушкина мы рекомендуем Тургенева. Нам Пукова. Начинаем. Вы абсолютно правильно заметили. Пушкина шо всё, мы с этого начали, Антон. Он по-французски больше говорит, чем Пушкина. Нет, нет, Тургенев, перечитываем Асю, например. Ну, если да, вот брать такие. У Пушкина, естественно. Тургенев, Набоков, Бунин — это три выдающихся наших стилистов после Пушкина. И почему очень важно? Ну, вступительные сочинения иногда или олимпиады, которые проводятся, да, вот в высших учебных заведениях, показывают, что очень много проблем даже не с грамотностью, а именно со стилистическими такими вещами, которые как сочетаемость слов, например. Вот я читала в сочинении «Грозный, автор опричнины». Мы очень долго привыкали, что кто-то есть автор Гола, у Голов есть автор, да, а вот теперь «Грозный, автор опричнины». То есть это непонимание, закономерность сочетания этих слов. Да, это вот как раз очень серьёзные проблемы, связанные со стилистикой. Что касается Чехова, Довлатова, их тоже можно рекомендовать, как вы скажете? Конечно. Вообще, значит, есть же целый список классической литературы. То, что проходят в школе, никто не отменил. Это действительно отобранные, отобранные временем, отобранные специалистами, да. Это всё замечательные образцы высокой культуры нашей, которая, необходимо её знать, если считать себя культурным человеком, и ни в коем случае не ориентироваться на речь вот как раз. А из современных есть писателей кто-то? Ну, всё-таки вот, наверное, из названных Набоков, Довлатов, вот они самые такие современники. Своей стилистикой всё-таки. Ну, Набоков, да, и... Ну, я больше читаю сейчас научную литературу, поэтому... И, кстати, тоже вот учёные, которые мастера стиля, и можно их книги, которые такие вот научные, читать в захлёб, как детективы. Это Академик Виноградов. История русского литературного языка. Он писал на коленках, потому что ехал в электричке, был сослан за 101-й километр. Увлекательнейшее чтение, и там как раз рассказывается и о Пушкине, и о том, почему чуть не застрелился переводчик Петра I, потому что не мог перевести приказы с иностранного языка. А, по-моему, застрелился, нет? Застрелился, да. Боялся гнева Петра. А Пётр называл заимствование чужебесием. То есть там уже все наши как раз проблемы были описаны великолепным научным стилем. И этому тоже надо учиться. Вот. Можно ли нам Бориса Акунина читать? Вот у него как с... Это массовая литература. Массовая. И мы спорим всё время. И я вам уже называла профессора Салганика. Это мой учитель. Я под его руководством свою докторскую работу защищала. И он сидел и в последние годы своей жизни как раз размышлял над этой темой. Где элитарная литература, где массовая. И он как раз прогнозировал, что элитарная будет сходить на нет, потому что массовую читают 99%. И поэтому... Но массовая она тоже неоднородная. Бывает разная. Да. И вот надо стараться, чтобы эту массовую культуру, поднимать массовую литературу на более высокий уровень. Потому что, в принципе, считался массовой литературой ведь и Шерлок Холмс, Канан Дойля, да? То есть и детективы, которые вдруг потом оказались классическими. Ну и Пушкин в своё время там по главам Евгения Онегина издавал, да? Пушкин сразу элитарная литература. Хорошо. Всё, уелись. Друзья, сделаем небольшую паузу, после которой вернёмся. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». И снова мы продолжаем общение. Напомню, что в гостях у «Страны.ФМ» доктор филологических наук Наталья Ивановна Клушина. Мы говорим о тех вызовах, которые сейчас есть в современном русском языке. Вот Наталья Ивановна нам порекомендовала обязательно к прочтению Тургенева-Бунина. Ну, начинали мы с Пушкина. На боку это, как если мы говорим про стилистику языка, про тот самый звук. Это крайне обыкновенное, да. Вот как раз рисование словами, образов. Это как раз эти авторы. Ну, не только. Это как бы мои любимые, которые я рекомендую. Как вы считаете, вот с какого возраста можно уже проникнуться этим, что ли? Хороший вопрос. До каждого автора надо дорасти. Да, стоит ли так навязчиво рекомендовать это нашим детям? Я не знаю, начиная со средней школы. Вот всё-таки, наверное, вы правы. Дело в том, что для детей не случайно отбирали там свои программы по усложнению. Да, вот произведение, которое может понять ребёнок-псеклассник, повесть Белкина и до старших классов. А, конечно, уже те книги, о которых я говорю, это, в общем-то, более высокий уровень владения и словом, и пониманием жизни может быть. Ну, и смысловая нагрузка там, конечно, другая. К сожалению, конечно, вот мы говорим о Пушкине, и здесь тоже у нас проблема, потому что Пушкина, с одной стороны, мы знаем все с детства, и это прекрасно. Это то, что наше достояние, это действительно вся культура строится вокруг Пушкина. Но, к сожалению, последние эксперименты показывали, что язык Пушкина уже тоже становится не таким понятным, как он был понятен даже вот моему поколению. Проводили эксперименты, о которых рассказывал профессор Юрий Прохоров. Значит, они провели эксперименты с детьми младших классов. Дали им стихотворение «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая». И дети нарисовали вместо кибитки кубик, вместо взрывая, значит, пашню, да, «Бразды», какие-то взрывы настоящие. То есть уже многие слова надо объяснять. Надо объяснять. И здесь проблема как раз вот поколения. Ну да, особенно когда эти литературные приемы, о чем богат, эти вот аллегории, сравнения. Надо объяснять, почему мы начали с того, что… То есть все воспринимают буквально, да, дети? Да. Ну, есть тоже был прекрасный эксперимент, когда попросили детей нарисовать бабушку. Ну вот что они нарисовали? Они нарисовали бабушку в косыночке, в платочке, сзади домик с трубой и дымом. И когда спросили, а твоя бабушка такая, они очень удивились и сказали, конечно, нет. То есть есть определенные стереотипы, которые вот в головах детей, это ассоциативные такие наши вот категории, они вот бабушка – это такая, да, вот. И поэтому… Деревенская такая. Да, да, это вот архетипы, наше сознание. Поэтому здесь надо все равно детям объяснять и давать, может быть, в виде каких-то действительно справок, да, что это слово тогда означало именно… Читать вместе. Да, читать вместе. Но терять этот пласт культуры и терять эти слова, ну, это нельзя, это мы сразу пропасть в нашей культуре делаем, поэтому здесь ни в коем случае. И как раз вот если мы заговорили о культуре, то еще одна проблема современной культуры тоже незаметная. То, что мы отходим от архетипов нашей русской, от канонов русской нашей культуры, незаметно под влиянием как раз тоже дигитальной цифровой нашей эпохи – это самопрезентация. У языка много функций. Ну, считается, конечно, первое – это общение, сообщение, воздействие, хранение информации, передачи, очень много. Говорим даже о магической функции языка – это молитвы, да, но и реклама – это магическая функция. Просто неявная, но она есть. А теперь выявляется еще одна функция самопрезентации. Посмотрите наш Фейсбук, да, ВКонтакте, соцсети. Никогда для русской культуры не было возможным говорить «я этого достойна». Свет мой зеркальце, скажи, вот это вот, да все правду доложи. Это же оценивалось как негативный такой типаж культурный, да? Знать поменялся теперь. Вот, поменялся. Хорошо это или плохо, тоже надо разбираться. Конечно, с одной стороны, как без этого, нужны везде портфолио, да, нужны везде… Да, я могу заявить о себе. Конечно, потому что у нас такой сейчас очень бурный, да, век, и надо себя показать, и конкурентные преимущества свои, значит, продемонстрировать. Но это разрушает наш риторический идеал, нашу древнюю, нашу старую русскую традиционную культуру с презумпцией скромности. То есть не наша природа это все? Нет, нет, нам приходится перебарывать. И, кстати, вот я говорила о слогане «Ведь я этого достойна», это в начале Лореаль, он же трансформировался сейчас. Это с этим слоганом фирма вышла к нам на рынок, и было очень много нареканий от русских женщин, которые говорили, ну, ты-то да, ты этого достойна. А я в результате вот сработал архетип, и поменяли рекламисты теперь, ведь вы этого достойны? У нас в России, да, поменяли. Да, потому что невозможно было для русской культуры. Как интересно. Да, а потихонечку, вот мы уже приходим, вот я сказала, вот я этого достойна, я никого не покоробила, а реклама уже другая, ведь ты, дальше они пошли, ведь ты этого достойна. Интимизация, прям интимизация, обращение к каждому человеку, вот, это в русской культуре тоже ты, вы, да, это наши местоимения, которые отличаются культурным смыслом. Каким образом ещё можно повышать свою грамотность, свой уровень в целом развития в гуманитарных науках, в частности, если мы говорим о русском языке, вот какие такие рекомендации, когда у человека нет мотиватора куда-то поступить, что-то сдать, вот, ну вот захотел? Может быть, нет возможности. Ну, может быть, нет возможности. Ну, конечно, чтение и, допустим, фильмы, которые сейчас можно, это не надо идти в кинотеатрах, можно найти в интернете, но я бы сюда отнесла очень такое интересное сейчас и направление целое в журналистике, travel-журналистика, да, путешествия. Вот сейчас они стали доступными, а путешествия очень развивают и кругозор, и знакомство с другой культурой, и вписывание себя вот в контекст мировой. Это очень серьёзное вот такое преимущество. Дайте нам направление. Лето наступило. По стране. Крым. Крым, отлично. Крым, конечно. Он же наш. Слушайте, по пушкинским местам надо проехать. Кстати, да, Бурзу, Бабчисарай, да, замечательно. Там всё стоит. Тот же Крым, да. И розочки всё лежат. И он, кстати, удивляет. Я когда в первый раз увидела фонтан, я привыкла, что фонтаны, да, это какие-то действительно бьются. Там краник. Это Крым, это действительно вода на вес золота, поэтому это фонтан действительно такой. Экологи нам сейчас аплодируют. Друзья, читайте хорошие книги, смотрите хорошие фильмы, ну и слушайте чудесные песни. Да. Наталья Ивановна Клушина в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ» рассказала, как нам сделать свой язык лучше, интереснее, правильнее. Спасибо вам огромное. Ждём вас ещё у нас в студии. Спасибо вам. Было безумно интересно и полезно. Спасибо огромное. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!